Всем привет. Меня зовут Ирина. Я аналитик-маркетолог Mindbox. Уже три года работаю и помогаю клиентам нашим выстраивать прямой маркетинг. Решаю вместе с ними разные задачи. И сегодня мы поговорим об оттоке. Сперва дадим определение, чтобы были все на одной волне, потому что отток в разных компаниях понимают по-разному. Посмотрим на масштабы проблемы и рассмотрим подходы по работе с примерами, с кейсами конкретными. Когда я начала делать аудиты наших клиентов, я столкнулась с тем, во-первых, что все понимают отток по-разному. И чтобы мы были на одной волне, определение наше отток — это клиенты в базе, у которых нет заказов, элективных действий, больше X дней. Эти X дней определяются по-разному. У каждого бизнеса по-своему. Обычно это на основе RFM-сегментации или кластерного анализа, или на основе машинного обучения. И так вот, когда я начала делать аудит, я увидела такую цифру 92%. Это в среднем количество людей, база, которая находится в оттоке. И когда я это увидела, я очень сильно удивилась, потому что мне показалось, что это достаточно большой процент базы. И начала изучать вообще, что это за люди. И мое исследование показало, что 70% базы вообще не делали заказ. Никогда. Или мы об этом не знаем. И когда я вижу эту цифру, ну, в первый раз увидела, у меня появилось очень много вопросов вообще, как это, почему это, что это за люди. Пошла к клиентам, начала спрашивать, а что вы скажете, почему 70% не делали заказ? Откуда такая база? И очень часто, ну, не часто часть клиентов мне отвечает, что вообще не знает, что это за база. Была собрана предыдущим маркетологом, точно не знают, что это за люди. И поэтому мы не можем узнать, почему они делали заказ. Непонятно, как они попали к нам в базу. Когда мы смотрим других клиентов, видим, что люди действительно сами зарегистрировались, но им вовремя не помогли сделать выбор, они не получили вовремя коммуникацию, и они ушли в отток. То есть там перестали делать заказ или так и не сделали заказ. Иногда об этих людях вспоминают, отправляют одну акционную рассылку по всем, видят маленький отклик и говорят, что с этими людьми нет смысла работать, потому что они ничего не принесут. Еще одна из причин такой большой доли в оттоке, когда у бизнеса есть офлайн, то люди идут в офлайн, и мы их там не всегда видим. Например, если нет программы лояльности или если есть эта программа лояльности, но она не помогает идентифицировать клиентов. Например, у Петровича есть карта лояльности, но ее можно получить только после покупки на 20 тысяч рублей. То есть все люди, которые покупают на меньшую сумму, они никак в офлайне не идентифицируются. Или же, например, у «Ароматного мира» люди делают заказ в онлайне, получают номер своего заказа, приходят в офлайн-магазин и не показывают этот номер, им заново собирают в офлайне заказ. И тоже мы таких людей считаем, что они не делают заказ. То есть они оформляют, но почему-то не забирают, не видим в офлайне. Собрала цифры по разным индустриям и увидела, что везде эта доля достаточно большая, и мало кто с ней работает. Если и работает, то там буквально одна-две коммуникации, и все на этом. Что, если никого не реактивируют, что будет? Хотела рассказать о антикейсе, который достаточно часто встречается по разным причинам. К нам пришел клиент, у которого была не очень большая база, и основной KPI маркетолога был сбор базы, то есть KPI на размер базы. Поэтому клиент запустил welcome-цепочку, брошенную корзину, и все силы тратил на сбор базы, на рекламу, на таргетинг. А сама база не очень работала. И постепенно большая доля клиентов зарегистрировались, но не сделали заказ. И многие, кто сделал заказ, не вернулись к повторному заказу. Когда клиент это все увидел, решил, что нужно что-то с этим делать, стали запускать коммуникацию, welcome, брошенный просмотр, НПС, напоминание покупки. Но пока это все запускали, база при этом росла, и проблема не решалась. И когда пришло сознание, что большая база, очень многие в оттоке, начали активно очень тестировать различные гипотезы по реактивации, различные способы людей реактивировать, но, увы, большая база так и не сделала заказ. Подумали, что можно переключить на какой-то новый продукт, переключился тоже очень маленький процент. В итоге собрали базу, вот как раз-таки из-за того, что с ней полгода никто не коммуницировал, она вся ушла в отток, и практически никого не получилось вернуть. Какие здесь две ошибки? С одной стороны, не настроили вовремя коммуникацию для активных, и с другой стороны, также и реактивацию не запустили. Вот такой антикейс. Что бывает, если плохо работать с базой, в том числе и не реактивировать. Сейчас поговорим с вами о подходах к работе с оттоком. Первым делом нужно понять, для чего мы все это делаем. И наша цель — это, конечно же, деньги. Мы работаем ради денег, хотим реактивировать людей, чтобы получить деньги. Если не получается в бизнесе посчитать конкретное количество денег, то обычно берется показатель, максимально близкий к деньгам. Например, конверсия в заказ. Если же это какой-то FMCG проект или какой-то онлайн-журнал, то можно взять показатель возвращаемости на сайт. Но если есть деньги, то максимально KPI к деньгам приближен. И чтобы достичь цели, шаги по достижению, вот эти можно поделить на то, какую задачу мы перед собой ставим, как мы сегментировали внутри, какой инструмент используем. Сейчас более подробно рассмотрим, какие задачи мы решаем при реактивации, и в конце более кратко про сегменты и инструменты. Задача — быстро реактивировать и заработать деньги. Когда она актуальна? Когда вообще ничего не запущено? Или если запущено, но охвачены не все сегменты? То есть если вообще ничего нет, у нас цель — быстро реактивировать и получить деньги. Так, сейчас вопрос написали. То есть если… сейчас поясню. Почему люди вообще попадают в отток, когда с ними не коммуницируют? Потому что они переключаются на конкурентов, забывают о бренде, находят другие аналоги, их уже обратно перетащить сложно. Я буду стараться отвечать на вопросы, какие-то паузы. Ну, вы пишите вопросы, если появляются. Так вот. Еще раз, что если у нас ничего не запущено, у нас главная цель — это быстро реактивировать и заработать деньги. Какой кейс? К нам пришел клиент, магазин детских товаров. Начал запускать коммуникацию. Мы узнаем, что у них вообще есть 20% базы, она находится… Эта база оттока, и клиент не загружает ее к нам в мейнбокс. Потому что считают, что нет смысла с ней общаться. Это умершая база, они просто хранят ее непонятно для чего. Мы с ней поговорили и договорились, что мы проведем тест и посмотрим, есть ли смысл с ними общаться или нет. Что мы сделали? Мы запустили для этой базы реактивацию. Два письма. В первом письме мы тестировали просто промокод и подборку товаров, а в другом письме то же самое, плюс еще опрос. Какого пола ваш ребенок? Ну, это магазин детских товаров, поэтому мы решили спросить про детей. И во втором письме, если люди голосовали, мы по всем отправили результаты голосования, также напомнили про промокод, если он не был сделан заказ. И что мы получили? Реактивация принесла 1 миллион рублей. Для данного клиента это значимая цифра, то есть запустили письмо и уже что-то заработали. Дальше уже можно улучшать эту реактивацию, бить на какие-то более мелкие сегменты. Здесь просегментировали PRFM, и вот в итоге у нас опрос, промокод и подборка товаров. Когда перед нами стоит такая задача что-то запустить, вот как раз обычно бывают это какие-то персональные подборки товаров, опросы с дальнейшими рекомендациями и эмоциональные коммуникации, то есть если человек получал-получал коммуникацию, перестал покупать, мы его хотим как-то вернуть, что-то такое интересное, веселенькое отправить, чтобы он перешел через письмо на наш сайт или через какую-то другую коммуникацию. Также часто отправляет скидку на заказ. Еще один кейс не нашего клиента, Invisible. На одном из сайтов опубликовано интервью, мне оно очень понравилось, я вам расскажу, дальше можете, когда презентацию вышлю, подробнее почитать. Invisible. Первоначально это был закрытый клуб, куда можно было попасть только с помощью промокода друга. И получается, к ним на сайт многие люди регистрировались в виде заявок, что они хотят попасть в Invisible, но эти регистрации не обрабатывались. И однажды они решили, что нужно с такими людьми все-таки работать, потому что накопилась большая неактивная база, плюс еще какие-то люди перестали покупать заказ, и со всеми нужно общаться. Что они сделали? Они просегментировали всю базу на основе жесткого RFM, как они сказали, то есть очень много маленьких сегментаций. И в зависимости от сегмента отправляли сначала вручную какое-то персональное предложение, подборка вин, то есть они помимо еще RFM-сегментации использовали предпочтения, там, вина красный, белый, шампанское. Они провели такую реактивацию и увидели, что, во-первых, 7% спавших реактивировали в заказы, все остальные люди постепенно тоже вернулись через месяц, через два к покупкам, и у них долгосрочный эффект, люди там посещают, стали посещать сайт. Что в этом кейсе интересно? Конечно, приведен там пример, что у Invisible были простые ручные рассылки, какие-то триггерные, а здесь они в RFM такой метод очень узкой сегментации сделали, и каждому сегменту эти персональные подборки очень хорошо сработал. И в дальнейшем они это все автоматизировали, стали на постоянной основе использовать. Для тех, кто не знает, что такое RFM, сейчас по-быстрому расскажу. RFM – это анализ на основе трех показателей. Сколько времени прошло с последней покупки, количество заказов и диапазон сумм заказов. На основе этих сегментов бьется вся база. И чтобы понять, кто у вас попал в отток, нужно посмотреть, сколько людей не покупали больше среднего времени. Это такая немножко грубая сегментация. Можно, конечно, отток выделять, делить не просто на отток, а на предотток. С помощью статистического метода считать три сигмы, то есть тоже коротко постараюсь объяснить. У нас есть среднее время, когда люди покупают, ну, между покупками, например, 30 дней. И, допустим, у вас есть активный потребитель, который 32 дня не делал заказ. Вопрос, вы уже что считаете оттоком? Вот. Чтобы понять это, можно взять три среднеквадратических отклонения от среднего. Например, это будет у вас 120 дней. И вы будете понимать, ага, если человек 30 дней или 120 дней не делает заказ, значит, он предотток. А если он уже 120 дней не делает заказ, то он точно отток. Формулу можно найти в интернете, это достаточно просто считается. И таким образом делить. Чуть-чуть поподробнее расскажу. То есть вы берете с всех всю свою базу и делите покупателей ваших по двум критериям. Месяца с последней покупки и количество заказов. Допустим, у вас время между заказами 42 дня. Если три сигмы посчитали, то 120 дней. И в среднем три заказа делают. Бьете свою базу. 42 дня – это примерно два месяца. Проводите такие линии мысленные. И видите, что вся ваша база делится на новичков, которые купили, у которых небольшое время прошло с последнего заказа, они не очень много купили. На лояльных людей, которые много купили недавно. И также можете выделить предоток и отток. В отток также попадают люди, которые вообще никогда не делали заказ. Таким образом, по RFM вы сегментируете свою базу. Еще один кейс на основе RFM. Energy поделила своих людей по количеству покупок. И каждому сегменту отправила какую-то свою скидку. Коммуницировала по разным каналам. У нас есть кейс. По имейлу они заработали 200 тысяч, по SMS – около 100. По веб-пушам ничего не заработали. Идеально, конечно, когда вы проводите такую реактивацию, у вас есть несколько каналов, делать такую вам неканальность, то есть отправлять имейл тем, кто не открыл имейл SMS. И при этом еще нужно не забывать, когда вы такое тестируете, смотреть, купились ли у вас SMS. Так, тут вопросы пишут. Я сейчас не буду отвлекаться. В конце лекции прочитаю, все отвечу. Еще один пример, как можно реактивировать по RFM. Какая еще может быть задача, помимо быстрого запуска, это переключение в другой канал или на другой продукт. Эта задача актуальна тогда, когда у вас уже запущена коммуникация, все сегменты охвачены, у вас есть какой-то другой продукт или другой канал, который вы можете переключить. Обычно, когда стоит такая задача, запускаются опросы об интересах, чтобы понять, что клиенту, куда его переключать. Делываются спецпредложения на другой продукт или же предложение, там, скачать мобильное приложение, если, например, человек перестал по e-mail каналу с вами коммуницировать или же наоборот, подписаться на e-mail канал. Также сюда отношу омниканальные цепочки. Расскажу интересный такой пример. Либера – это FMCG-компания. Тут нет денег, но все равно примеры интересны, как мы вместе это все сегментировали. И первоначально они пришли к нам с задачей переключения на другой продукт. Либера – это подгузники. У них есть три вида подгузников. Для новорожденных, для чуть постарше, для более взрослых малышей. И им очень важно в нужный момент малыша переключать на новую линейку продукции, потому что у них такая проблема, что уходят к конкурентам. Они хотят переключать на свою продукцию. Но при этом еще у них есть отток, который тоже нужно реактивировать. В этот отток люди попадают по двум причинам. Или дети выросли, или почему-то перестали переключаться, открывать коммуникацию. Поэтому, чтобы реактивировать таких людей, здесь было несколько коммуникаций. С одной стороны, если малыш вырос, мы опрашивали родителей, есть ли второй ребенок. И если есть ребенок, мы узнавали возраст и добавляли людей опять в активных. Если человек попал в базу, потому что перестал почему-то реагировать на письма, не переключается, мы тоже спрашивали о причинах. И если мы могли работать с причинами, пытались как-то их заинтересовать, переключиться опять на линейке. Если нет, и если человек говорил, например, что у него нет второго ребенка, мы таких людей просто удаляли из базы, потому что с ними никак не могли уже общаться. И вторая важная часть реактивации – это переключение людей с одной линейки на другую. И здесь очень важно отправлять эту коммуникацию в нужный момент, потому что до двух месяцев, пока ребенку два месяца, родители пользуются одними подгузниками, потом нужно переключать на другие. И когда ребенок становится чуть постарше, на третьи подгузники. И здесь была такая задача – правильно рассчитать возраст каждого малыша и отправить нужную коммуникацию. При этом еще все время нужно было поддерживать интерес, поэтому отправлялись разные виды коммуникации. С одной стороны, и про продукт рассказывал, а с другой стороны, какой-то интерактив контент отправлялся. Когда ребенку с малым два месяца, отправлялся коммуникации, переключающие на другой продукт. Интересна, мне кажется, статистика по каждому письму, по акционным письмам, по контентам и по переключению. То есть переводное письмо, клики были чуть повыше, чем акционным, незначимо, пониже, чем полезно статье опроса. Также еще отправлялся в AppPush, если не было email. Или если на email перестали открывать почему-то. Таким образом, измеряли результат каждого письма, смотрели охват открытия клики каждый месяц. И если человек переключался на другой продукт, он заказывал промокод, мы это все фиксировали. И у нас такая цифра получилась, что с подгузников для новорожденных на другую линейку переключилось 8%, а с этой линейки на подгузники OpenGo, то есть по старше 6%. И таким образом, на этом проекте было аж 3 разные виды реактивации. Мы сегментировали базу по возрасту ребенка, также по активности. Ну и коммуницировали с помощью мобильных пушей и email. Еще один пример — это Петрович. Такой гигант по продаже строительных товаров. У них есть и офлайн-магазины, и онлайн-интернет-магазины, там сайт для профессионалов, есть мобильное приложение, и они со всеми людьми коммуницируют по разным каналам. И также у них еще есть два основных, две основные группы покупателей, это профессионалы и DIY — те люди, которые самостоятельно делают ремонт. И как делается здесь реактивация? То есть в зависимости от того, какой это сегмент DIY или профи отправляется разная коммуникация, при этом здесь еще сегментируется, то есть он, с одной стороны, по RFM, то есть люди давно не делали заказ, попадают спящие, их там делят на профи или DIY, и дальше смотрят, какие у них есть контакты. Если есть email, то отправляется все по email-каналу. Если нет email, например, есть мобильное приложение, тогда в мобильном приложении с помощью пушей сначала стимулируется покупка, если не получается простимулировать покупку, то посылается предложение, авторизуйтесь, оставьте свой email, мы вам будем какую-то более интересную подборку высылать. Также у них есть вайбер, то есть если на email нет реакции, отправляется вайбер-сообщение. Таким образом они общаются по разным каналам. Дальше идем. Какая у нас еще может быть задача? Это выстроить лояльность. Актуально, когда уже все запущено для всех клиентов, и просто нужно с клиентами поддерживать какой-то контакт, чтобы они не забывали о вас. Обычно здесь отправляется интересный контент, дайджест, подборки, проводятся розыгрыши или какие-то подарки. Также можно использовать какого-то персонажа, то есть отправлять не просто от компании, от дуванчика, а от какого-то конкретного лица. Тестировали на разных клиентах, действительно работает. Несмотря, конечно, какой персонаж, нужно это тестировать. А также хорошо сейчас работают в механике, где можно сделать выбор, где человек увлекается, ему предлагаются какие-то варианты, он делает свой путь, выбирает интерактивные такие механики. Сделала подборку писем, которые мне нравятся. Например, то же самое Invisible. Очень классные письма шлют периодически с интересными историями про различные вина. Из месяца в месяц шлют, отправляет Сергей. Очень интересно, мне нравится. Еще один из примеров писем, которые мне нравятся, это от Aviasales. В карантин было очень интересно их читать. Сейчас же билеты никакие не продаются, нужно поддерживать коммуникацию с клиентами. Они собирали различные веселые истории от своих клиентов и публиковали их в письмах. Может было прочитать, в конце оценить, интересно было или нет. Рецептор, ресторан, тоже шлют периодически интересные рассказы, увлекательные, в конце предлагают какой-то подарок. И еще хороший пример, это издательство MIF. Они делают различные подборки в зависимости от ваших интересов, делают краткий обзор книги. Есть ссылка на книгу, отзыв от маркетолога и MIF, что людям это интересно, они возвращаются к покупкам. Таким образом, мы с вами посмотрели основные задачи. Давайте почитаю, что вы тут пишете, поотвечаю на ваши вопросы, дальше перейду к сегментам и инструментам. Так, вижу, Марина вам поотвечала. А, ну все, похоже, вопросов нет, да? Марина на все ответила. Ну ладно, тогда дальше. Задачу мы с вами посмотрели, там где-то были прописаны сегменты инструмента, поговорим чуть подробнее. Как можно сегментировать отток? То есть по RFM, как мы с вами поговорили, есть еще кластеры чуть позже. Мы скинем потом запись этого вебинара, не переживайте, в конце недели где-то. Можно еще по кластерам просегментировать, сейчас чуть позже расскажу, в чем разница. Можно сегментировать по доп. полям. Например, у вас есть отток, ну вы видите, что там собираете разные интересы. Например, если это книжный магазин, кто-то любит читать детективы, кто-то любит фантастику, кто-то любит кулинарию читать. И в зависимости от этого вы еще свой отток можете более подробно просегментировать и отправлять точную коммуникацию. Сегментация по наличию контактов. Это тоже важная сегментация. Это, допустим, вы видите, что у вас, не знаю, 100 человек в оттоке. И прежде чем понять, куда тратить свой ресурс, там, дизайнера просить рисовать красивое письмо или же, там, куш отрисовывать, нужно посмотреть, а у этих 100 человек какие контакты есть, есть ли валидные имейлы, подписанные на определенную тематику. Или же часто бывают ситуации, когда в отток упадают люди, у которых нет имейлов, есть только смс. Значит, ну, нужно продумывать, какую смс-коммуникацию отправить, как правильно рассчитать эффективность, как проектировать тест. Это помогает, ну, просто приоритизацию построить. Когда все просегментировано, для каждого сегмента используют свой инструмент. С одной стороны, в зависимости от сегмента, кому-то нужно отправить скидку, кому-то нужно отправить опросы, спросить, а вообще, почему перестали покупать, что не так. Где-то нужно отправить рекомендацию. Также в зависимости от сегмента частота отправки коммуникаций тоже может быть разная. Кто-то в итоге, там, ему нормально, если раз в месяц что-то отправляют, подборку ВИН, а кто-то не очень-то любит, ему вообще раз в полгода только общаться. Через полгода с ним прообщаетесь, он скажет, окей, вернусь. А раньше, чаще не надо, такие люди могут подписаться. Также к инструментам я отношу, по какому каналу общаться, это email, отправлять SMS, мобильный push, web push, или же поп-апы сделать на сайте. Про кластеризацию. Это тоже один из способов сегментирования. В отличие от RFM, кластерный анализ, он подразумевает большее количество сегментов, большее количество критериев, то есть это не просто время между покупками, количество заказов и сумма заказов, какие-то еще дополнительные параметры. Этих параметров может быть хоть сто. И кластерный анализ, он автоматически определяет вот эти границы, когда кому что слать. Минусы кластерного анализа, он очень сложный, можно неправильно подобрать факторы, сделать неправильный вывод. Нужен большой объем данных, практически у интернет-магазинов достаточно объем данных для этого. Но большинство пользуется RFM, это проще, и вот кластерный анализ, он полезен, когда вы понимаете по бизнесу, что у вас внутри группы очень сильно отличаются между собой, то есть есть какие-то категории, например, не знаю, категория холодильников, где люди покупают только холодильники и возвращаются раз в три года. Есть категория батареек, не знаю, и часто они возвращаются. Вам нужно для каждой такой категории свое время попадания в отток рассчитать. То есть, если это магазин косметики, где такие категории, которые из месяца в месяц покупают, то нет смысла даже кластерный анализ сделать, потому что там, скорее всего, время попадания в отток будет примерно одинаковое. И мы в основном пользуемся RFM, только там аптеки иногда к нам обращаются сделать кластерный анализ. Какие-то еще большие такие бизнесы. Рассказав все это, хочу напомнить вам, что не забывайте, пожалуйста, проводить АБТ-тесты и измерять все с контрольной группы. Почему? Расскажу на примере. Ароматный мир. Делал реактивацию, поделил клиентов на два сегмента, которые получают письма, но не открывают, и которые бездействующие, вообще давно ничего не покупали. И протестировали на каждом сегменте свой размер скидки. Что получили по итогу? Что люди, которые открывают письма, но не покупают, на них вообще скидка никак не повлияла в сравнении с контрольной группой. Контрольная группа – это те люди, которые вообще не покупали коммуникацию. У них конверсия, заказ, разницы значимой не было. А те люди, которые бездействующие, на них 7% хорошо повлияло. Люди реактивируются по сравнению с контрольной группой. То есть, когда вы запускаете, все нужно тестировать, потому что это поможет вам понять, нужно ли скидку раздавать, может, вообще ее не нужно раздавать. Люди лучше на опрос ответят и к вам вернутся. Так вы раздадите скидку тем, кто и так сделал бы заказ без скидки. Плюс такие тесты помогают улучшать коммуникацию, расти конверсию. Так, и таким образом я вам предлагаю посмотреть, какой размер базы у вас в оттоке и посмотреть, что это за клиенты, откуда они пришли. Проверить, есть ли сейчас запущена коммуникация на них. Если же нет никакой коммуникации, то просто возьмите, запустите, протестируйте какой-то один из посылов. Если же механики запущены, посмотрите, полностью ли охватывается у вас вся база вот этого оттока. Или же есть какие-то люди, которые, например, у них нет валидных одних контактов, и с ними есть смысл попробовать по другому контакту прокоммуницировать. Или с помощью рекламы настроить на них, как вариант еще можно. Протестируйте несколько гипотез, улучшите шаблон письма, тему, если это имейл-канал, протестируйте, по какому канал лучше всего коммуницировать с такими людьми. И когда вы все это сделаете, можете удалить базу, потому что нужно когда-то остановиться. Очевидно, что часть каких-то клиентов, вы на них уже все попробовали, они никак не реактивируются. Они лежат в вашей базе, как правило, за базу вы платите. Если же вы по ним еще отправляете акционные какие-нибудь ручные рассылки, то они вам еще и статистику портят, потому что они не реагируют. Им, короче, эти письма неинтересны. У вас статистика портится. Я очень быстро все рассказала, потому что рассказывала не первый раз. На этом все. Я сейчас готова поотвечать на ваши вопросы. У нас достаточно много времени осталось. Если же есть какие-то вопросы, можете написать мне на почту, я вам отвечу. А, еще хочу вам посоветовать. У нас есть бесплатный курс по автоматизации маркетинга. Можно QR-код отсканировать или перейти по ссылке, вручную набрать, или я вам презентацию вышлю. Посмотрите. Полезный курс от наших специалистов. Очень классные письма. Сейчас поотвечаю на вопросы. Насчет регулярных спецпредложений. Вообще, нужно посмотреть, что это за люди в оттоке. Иногда нет смысла им отправлять регулярные спецпредложения. Как правило, что такое регулярные спецпредложения? Это рассылка раз в неделю у некоторых клиентов. Оттоку не нужно с такой частоты слать коммуникацию. Им нужно точно слать реже. Но, например, если у вас какая-то есть интересная акция, вы думаете, что, о, вот эти женщины, они захотят купить вот это золотое кольцо по суперскидке. Им можно отправить, посмотреть на реакцию. Смотря какие эти спецпредложения регулярные, например, там, даже иногда новичкам нет смысла слать. Нужно протестировать с контрольной группы, посмотреть результат. Ну, оттоку точно реже нужно с ним коммуницировать. Есть еще какие-нибудь вопросы? Можете позадавать. Хороший шанс задать все, что вы хотите. Так, ну, если вопросов нет, была ли интересная информация? Так, сколько ее корректно составлять, анализировать? Расскажите о целевых предложениях. РФМ. Иногда, как понять, сколько сегментов? Вот, например, Invisible, да, на их примере они сделали очень много различных сегментов и протестировали, где есть смысл сегмент выделять, где нет. Это все зависит от бизнеса. Обычно это все измеряется с помощью теста. То есть вы тестируете, стираете, понимаете, что уже на более узкие сегменты нет смысла делить. Когда тестируется с контрольной группой. По-разному. У каждого клиента, у каждого бизнеса свои сегменты. Где-то вообще два сегмента и все. Предотока этого достаточной. И глубже не сегментируют. Насчет… Ну, оно анализируется, с помощью контрольной группы все это измеряется. Насчет целевых предложениях. Ну, то есть в зависимости от задачи, делается разное предложение от ТОКу. Если же вот у вас ничего не запущено, хорошо бы было бы просто отправить коммуникацию, если у вас достаточно большая база, то можно сразу же протестировать несколько ваших гипотез. Сделать какую-то персональную подборку, предложить промокод или провести какой-нибудь интересный опрос. Например, как мы это сделали на магазине детских товаров. Ну, потому что обычно там сидят женщины, у которых есть дети, и мы спросили о поле ребенка, там была милая картиночка с детьми, их это зацепило. Если же у вас уже там что-то есть, хорошо работают опросы. Мне очень нравится опрос, почему вы там пристали покупать, потому что в зависимости от этого иногда люди говорят, что а мы на самом деле покупаем просто в офлайне. Вы понимаете, ага, нужно как-то их идентифицировать, там чеки сканировать или карту лояльности какую-то запустить. Или же говорят, слушайте, ну, в опросе отвечают, у вас сложно оформить заказ на сайте. Вы ага, залазите на сайт, смотрите, а что у вас там не так с воронкой, где люди отвалятся, видите, что, не знаю. Люди сидят с мобильного устройства, заходят в мобильную версию вашего сайта и не могут сделать заказ, потому что там что-то не работает. Такие опросы помогают выявить какие-то проблемы. Целевое предложение. Еще, ну, то есть это вот опросы мне нравятся. Иногда там какому-то оттоку хорошо предложить услуги. Если это премиум-сегмент, им скидки вообще не нужны. Они так покупают без скидок на большие суммы. Им важен сервис. Поэтому вы можете предложить там какое-то бесплатное обслуживание или же тест-драйв какого-то нового продукта. Я ответила на вопрос про целевые предложения или что-то другое ожидалось? А что такое метрика черный рейд? Что вы именно под этим подразумеваете? Просто по-разному люди понимают показатели, что именно такое черный рейд. Целевое предложение по предыдущему спросу. Так, если честно, я не очень понимаю, что это за вопрос. Целевое предложение по предыдущему спросу. А что за предыдущий спрос? А, ну, то есть имеется в виду там что-то покупать... на основе предыдущих покупок делать предложение? Ну, это по РФМу. Ну, да. По истории покупок... Ну, у нас просто это автоматические алгоритмы, например, персональные рекомендации. Алгоритм смотрит на человека, смотрит, какие он покупки делал, смотрит схожих людей и автоматически подбирает эти рекомендации. Можно, например, переключить в другой продукт. То есть вы смотрите, человек покупал, покупал там, например, не знаю, кольца. Я просто в последнее время с ювелирными магазинами общаюсь. Например, покупал кольца, и вы смотрите, что, ага, он покупал кольца, перестал, может, он уже купил 10 колец, больше некуда кольца надевать, и вы ему там рекомендуете серьги, при этом еще выстраиваете критерий, что ценовой диапазон должен быть. Ну, там, если кольцо за 1000 рублей, то и серьги должны быть примерно такие. Если же кольца покупают там за 100 тысяч, то и серьги должны быть более дорогие. То есть у вас вообще по истории покупок, во-первых, вы всех людей по RFM делите, кто там на меньшую сумму покупал, у кого маленький средний чек, у кого средний средний чек, у кого большой средний чек, вы им делаете разные предложения, если там большая сумма там нет смысла давать, ну, как правило, там какие-то мелкие скидки неинтересны, им интересен сервис, те люди, которые покупают там, у них небольшой средний чек, им интересно как-то сэкономить. Вы в зависимости от этого предложения делаете. И также смотрите, можно между категориями переключать, но обычно вот у нас просто в Mindbox это все настолько автоматизировано. Можно сделать выгрузку, например, продуктов и посмотреть, с каким продуктом другой продукт чаще всего покупает. И уже, например, на этой аналитике людям, которые первый продукт купили, а второй нет, вот их таким образом переключить. Это на истории покупок. Иногда, например, у вас нет истории покупок, но есть большая история просмотров. Вы видите, что человек все время заходит и смотрит телевизор, но никак не решится купить. Вы можете ему помочь с покупкой узнать, что не так, или постараться подобрать ему выгодный телевизор. Например, он просто не может решиться, ему нужен какой-то опрос. Например, у Canon есть опрос про фотокамеры. Для каких целей вы ищете? Если вы выберете фотокамеры для путешествий, для портретов, проходите опрос, он вам подборщику товаров сделает. И уже проще выбрать, потому что технический товар, не все понимают, как выбор сделать, какая камера будет лучше всего, и человеку нужно просто помочь сделать этот выбор. Тоже хорошая история с помощью, даже не только для тока, на других сегментах, такие опросы помогать по выбору. Косметика, как определить свой цветотип, чтобы правильно косметику, цвет выбрать. По технике тоже очень полезная штука, потому что человек все равно обычно лезет на интернет и смотрит, сравнивает все эти товары, по характеристикам, отзывы читает. Можно ему как-то быстрее помочь. Я ответила на вопрос? Или хочется какой-то больше, не знаю, такой статистических рассуждений, как выделить этих людей по истории покупок? Евгения, может быть, вы подключитесь голосом и озвучите это голосом? У нас есть такая возможность? Да, если я что-то не то говорю. Сложно просто так понять. Есть возможность, да, звук включить? Не заблочено? Если у Евгении есть сейчас возможность голосом задать, да, у него есть возможность. об алгоритме подбора. Ну, бывает, вот несколько алгоритмов. Есть персональные рекомендации, это когда, ну, я уже говорила, смотрятся люди со схожими покупками, и этому человеку рекомендуются там наиболее часто встречающиеся продукты. Можно сопутствующие товары рекомендовать. Тоже смотрятся покупки, там, у человека, ну, выгрузка делась там, первая покупка, вторая покупка, третья покупка, и смотрятся, что вместе вот в одном заказе, какие товары вместе соединялись, покупали. Ищутся наиболее частые совпадения. Например, там, не знаю, с пультом часто батарейки берут. И вы уже, ага, человек купил пульт, а батарейки не купил. И алгоритм сопутствующих товаров рекомендуете батарейки. Есть такая категория. Есть, ну, возможно, там, если не очень, ну, нет истории заказов, вот как раз-таки больше просмотров каких-то, обычно используются алгоритмы, самые популярные в категории. Например, человек там посмотрел просто телевизоры. Можно предложить самые популярные товары, которые покупают в этой категории ему. Иногда там есть еще такой алгоритм в коллекции, когда есть какая-то коллекция товаров. Человек купил, например, блузку, а из этой же коллекции есть еще пиджак и штаны. Ну, это тоже сопутствующий как алгоритм рекомендуется. Иногда, ну, есть смысл еще протестировать эти алгоритмы. Иногда там персональные рекомендации лучше работают в сопутствующих, а иногда наоборот. тут смотрится, что в зависимости от этапа, от сегмента, какой алгоритм лучше всего работает. Я понятно объяснила об алгоритмах? Персональные, сопутствующие, популярные, основные такие алгоритмы. машин-лёнинг написано это все. Но это можно вручную, в принципе, делать. Просто это будет больше времени занимать, большие объемы данных. Например, если, ну, можно это вот использовать SPSS и в SPSS загрузить все данные, кластеры построить, он скажет, ага, вот эти мужчины, которые проживают в Екатеринбурге, у которых там средний чек такой-то, они там чаще всего, им лучше всего там рекомендовать одно. Ну, там, с такой-то чистотой. То есть не обязательно, ну, можно это все вручную сделать, просто это немножко долго и есть вероятность ошибки. Мне кажется, что проще использовать алгоритмы и рекомендации. Ну да, но просто если нет возможности, то есть вручную это тоже реально делать. Просто можно там, не знаю, выгрузку делать не за всю историю, а за полгода. И смотреть вот эти, то есть мы какую-то, даже сами статистику какую-то SQL, например, прописываем. Вот эти, куда на что переключать, можно вручную посчитать. Просто смотришь больше всего, какие пересечения есть. Вот. По категории можно. Ну, пожалуйста. Еще есть какие-то вопросы? Про чернрейт не... А, да, ну я не поняла, что такое, да, чернрейт. Евгений Соколов, пожалуйста, расшифруйте свой вопрос. У нас есть, да, какой-то процент оттока. Есть возвращаемость из этого оттока. Можно смотреть динамику возвращаемости из оттока. Как влияет коммуникация на эту динамику. Что именно, да, интересует. по ссылке похоже, мы... Ну, если что, можете на почту не написать, я вам отвечу. Тогда будем закругляться, раз ни у кого нет никаких вопросов. вам спасибо, что послушали. Надеюсь, что было полезно, и вы примените у себя что-нибудь, какую-нибудь идею, и заработаете деньги, и у вас будет меньше доли оттока. Спасибо вам. До свидания.